Итак, сейчас я покажу, как делать трейсинг персонажа в Synfig Studio в привязке к стикману. Так, у нас тут есть вот такой вот персонаж, и его нам нужно оттрейсить, то есть обвести всякими векторными, заливочками, контурами, сделать, чтобы он выглядел более-менее красиво. Зачем нужно оттрейсить обязательно, привязывая его к стикману? Можно, конечно, оттрейсить и обычно, то есть просто так, но тогда, если вам понадобится чуть-чуть изменить позу персонажа, или немножко его санимировать, то это будет очень сложно. А когда вы трейсите на стикмане, то это существенно упрощает дело. Вот, например, у меня уже есть один трейсинг персонаж, я перехожу на вкладочку группы и дважды щелкаю на группу скелетон. И тогда для данного персонажа я могу слегка варьировать его позу, двигая за контрольные точки. В данном случае это, конечно, не идеально, но кое-какие вариации позы и даже небольшую анимацию мы уже можем себе позволить. Если там в каких-то случаях, если у нас что-то расходится, то мы всегда можем залезть внутрь стикмана и подстроить, чтобы персонаж у нас не разваливался. Вот, именно поэтому умение трейсить на стикмане это одно из основных умений, если вы собираетесь делать анимацию персонажа в Synfic Studio. Что нам для этого понадобится? Так, набросок персонажа у нас уже есть. И самое главное, нам понадобится шаблон стикмана. Его мы берем с сайта marivnaproject.org Лезем туда и берем самую последнюю версию. Так, еще что-нибудь с тегом стикман. Ну и жмем download стикман. Интернет у меня сегодня очень быстрый, как вы можете заметить. Открывает все с малоненосной скоростью. Так, наконец-то мы добрались до главного файла, который весит аж целых 8 килобайт. Загружаем его. Так. Все. Вот он. Ну и распаковываем. Вот, собственно, этот файл и есть шаблон стикмана, с которым мы будем работать. Первонаперво мы его открываем. Так, это нам не нужно, можем уже закрыть. Или свернуть. Вот так выглядит базовый шаблон стикмана. Можем сразу улучшить качество немножко, чтобы он не был такой страшненький. И сюда мы как раз импортируем ту картинку, которую нужно оттрейсить. То есть я замечаю, что мы не берем картинку и накладываем на нее стикмана, а мы открываем стикмана и импортируем туда внутрь картинку. Так, значит, что мы можем сразу удалить лицензию. Думаю, она вам не нужна. Файл импортировать. Так. А, ну, наверное, нам будет удобно изменить размер холста, хотя это совсем не обязательно. Так. 450 на 739. Так. Соотношение сторон холста теперь соответствует изображению. И мы снова импортируем картинку. Ну, вот она. Она у нас лежит сверху. Кладем ее вниз. И теперь нам нужно сделать так, чтобы вот этот человечек, стикман, он находился в той же самой позе, что и наш рисунок, что и наш солдат на рисунке. Для этого нам нужно научиться его немножко контролировать. Ну, для начала мы все-таки сделаем его, наверное, полупрозрачным немножко. Так. Выберем слой стикман, который здесь есть, и зададим ему величину прозрачности 0.6. Так, думаю, понятно будет. Далее мы идем на вкладочку группы. И там у нас есть две группы. Скелетон и стретчис. Ну, если вы делаете трассировку, то я сразу рекомендую группу стретчис удалить, иначе у вас потом будут проблемы. Эта группа, она автоматически растягивает содержимое стикмана. В общем, ее используем мы обычно для анимации перекладка, а здесь, в общем, немножко другое. Здесь мы будем все трассировать. Поэтому два раза щелкаем на группу стретчис. Переходим на вкладку слои. Вот они все выделились, все слои растяжения. И смело их удаляем. Ничего страшного не произошло. Ну, теперь у нас стикман готов. Итак, у нас остается одна только группа на вкладочке группы скелетон. Щелкаем на нее два раза, и у нас появляются все контрольные точки. За них мы уже можем двигать и менять позицию стикмана. Видите? Позицию рук и ног. головы и всего прочего. Так, давайте подберем размер нашего стикмана, чтобы он был какой надо. В принципе, можно просто его растягивать, но... Так, выделим слой стикмана и масштабирование поставим 0,2. Я думаю, просто нам так удобнее будет. Потому что вот эти серенькие области, они должны быть достаточно большого размера, они нам потом понадобятся. Так, ну вот, 0,3. Все, думаю, этого нам хватит. Возвращаемся на вкладочку группы, два раза щелкаем на скелетон и вперед. Пошли подстраивать. Руки, голова. Плечи. Важно, что поза более-менее соответствовала тому, что мы видим на рисунке. Вот, собственно, и все. Наш солдат готов к трассировке. Можем его сохранить. И после этого мы готовы переходить к следующему этапу. Вот,... и власть Rice đemит. мы воспринимаем мы ремен. Ремен quierem Qu и О삼.